Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». С главными событиями дня вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. То ли еще будет? Инновационные методики в обучении обсуждали на августовской конференции столичных педагогов. Что растет на наших полях? Специалисты проверили на качество зерновые. Расплата за рухнувшую стену. Виновнику происшествия с домом на Гражданской улице в Чебоксарах вынесли приговор. В регионах страны активно готовятся к новому учебному году. Как будут обеспечивать безопасность школьников, обсудили сегодня на очередном заседании антитеррористической комиссии. С подробностями Дмитрий Ковалев. Мы должны и обязаны мобилизовать силы и усилия для того, чтобы обеспечить день 1 сентября, начало нового учебного года. На самом деле, чтобы все прошло красочно, благополучно. Дельные предпосылки мы в реальности имеем и поэтому здесь бдительность мы не должны терять. Пожарные датчики, видеокамеры, тревожные кнопки. Это минимальный набор приборов, которыми оснащают все школы республики. Но только на технику полагаться не стоит. Дети должны учиться под постоянным контролем специализированной охраны. Министр образования региона отмечает, что все проблемные вопросы решены. Стены школ неприступны. Приказом Министерства образования Человекской республики создана постоянно действующая антитеррористическая рабочая группа. Утвержден ее состав и план работы. Ее в составе представители МЧС, Министерства внутренних дел, управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии, управления государственного дорожного надзора, управления Роспотребнадзора, инспекции труда. На ее заседаниях рабочей группы обсуждается нарушение, выявленное в ходе надзорной деятельности. Глава региона отметил, что в чрезвычайных ситуациях школьники и преподаватели должны вести себя умело. И этому тоже надо обучать. В рамках Мечника гражданской защиты в сентябре необходимо провести тренировки по отработке порядка действий персонала, учащихся при возникновении угрозы или совершении телесчитского акта. И такие тренировки в новом учебном году намерены проводить регулярно. Дмитрий Ковалев и Сергей Адушкин, Республика. 10 ноября прошлого года у одного из зданий по улице Гражданская, в котором находился швейный цех, рухнула стена. Тогда чудом никто не погиб. Виновным в происшествии признан директор подрядной организации, которая возводила пристрой к зданию. 10 ноября прошлого года вследствие просадки тортовой стены произошло обрушение конструкции внешних стен двухэтажного административного здания, принадлежащего Общероссийской общественной организации инвалидов, Всероссийское общество глухих и расположенного по улице Гражданской в городе Чебоксары. Вследствием и Московским районным судом города Чебоксары было установлено, что указанное произошло в результате нарушения правил безопасности и невыполнения необходимых работ при строительстве фундамента пристроя к указанному зданию. Виновный заплатит штраф в 20 тысяч рублей, сообщили в Следственном комитете республики. Погода, инфекции и сырники – все эти факторы нередко становятся причиной гибели посевов сельхозкультур. Выход один – вовремя выявить источник заражения. Специалисты филиала Россельхозцентр провели очередную так называемую апробацию колоссиев созревающего урожая зерновых. Любую сельхозкультуру сначала сеют, потом она вырастает и ее апробируют. Апробация дословно означает «одобрение», «признание». Для этого отбирается сноп растений, и они изучаются на предмет заболеваний, примесей другого сорта и количества сорняков. В первую очередь специалист обращает внимание на внешние признаки зерновых – колосс, стебель и листья. Это элитные семена, мы отбираем два снопа. У нас это будет 300 тысяч растений. И мы отсюда посмотрим, сколько у нас там недоразвитых стеблей, трудно отделимые культурные растения. Сортовая примесь определяем, злостные сорняки определяем и еще ядовитые сорняки. Это поле пшеницы с семенами класса элита на 100 гектаров. Задача агронома – пройти его по диагонали и собрать стебли пшеницы. «Это пшеница ульянский 100. Конечно, это по осмотру растений очень нормально, чисто. Сорняков нет, болезней нет. Но есть, конечно, недоразвитые стебли. Это ничего». Чтобы собрать большой урожай, нужен качественный сорт с высокой продуктивностью и приспособленный под климатические условия местности, уверен глава фермерского хозяйства Юрий Цветков. «У этого сорта кликовина всегда была высокая, она стабильная. И по прошлому году, и сейчас она дает показатели предварительно. Хорошие кликовины должны дать. Дай бог, чтобы мы ее убрали, конечно, чтобы погодные условия так сложились». В лаборатории Россельхозцентра проверяют партии семян от каждого хозяйства – насорность, влажность и всхожесть. В данный момент агрономы занимаются определением засоренности зерна, а после очистки будет проведен полный анализ. Только после тщательного исследования аграриям выдают документы, подтверждающие сортовые качества, необходимые для дальнейшего посева и продажи зерна. Ведь именно от его качества и будет в конечном счете зависеть качество хлебной продукции. Рифат Ваткулин, Игорь Зверев, Республика. Вообще урожай зерна в России в этом году ожидают хорошие. 110 миллионов тонн – это прогноз министра сельского хозяйства страны Александра Ткачева. В Чувашии сейчас, несмотря на отставание по уборке на три недели, урожайность выше, чем в прошлом году на 5 сантиметров с гектара. Все это влияет на цены, продавать зерно производителям на данный момент невыгодно. Ситуацию прокомментировал министр сельского хозяйства Чувашия Сергей Артамонов. В целом я бы порекомендовал здесь, у кого есть возможности хранения, сушки, очистки зерна, конечно, не спешите. С продажей мы понимаем здесь сложности с погашением кредитов, зарплаты и так далее. Но все равно нужно как-то ограничивать вывоз и продажу. Тех же производителей, кто рассчитывается с населением за аренду посевных площадей зерном, министр призвал не спекулировать и не компенсировать свои убытки за их счет. Фуражное зерно сегодня стоит буквально 5 класса 5200 рублей, 5400 рублей. А продовольственное зерно чуть дороже. И ни в коем случае мы фуражное по цене продовольственного зерна населению продавать не должны. Традиционную августовскую конференцию столичных педагогов традиционной и не назовешь. Образовательный салон именно так окрестили ее организаторы, собрал под свои гиды лучшие инновационные методики в сфере образования и воспитания. Вот, нажимать сюда и смотреть, что надо делать. Маленький Толя сосредоточен. Его задача собрать обезьянку-барабанщицу. Совсем скоро основам робототехники будут учить ребят в 201 детском саду. А вот в 59-й школе на помощь при изучении физики, химии и биологии придут 3D-технологии. На этом салоне представлено более 30 площадок. Каждое образовательное учреждение Чебокса предлагает свои инновационные методики образовательного процесса. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, что представлено на вашей площадке. Здравствуйте. Ну, сегодня мы показываем инновации. Инновация в том, что мы не просто учим детей рисовать и изобразительному искусству, а используем разные техники и технологии. Пластилин – это очень податливый, приятный материал. Моторика мелкая развивается благодаря вот этой технике. Сразу и вкус, и моторика мелкая, и настроение – все в этой технологии. Вообще инновации – это основной литмотив нынешней конференции. Современные технологии уже давно неотъемлемая часть учебного процесса. Детский технопарк «Кванториум» – яркий тому пример. И еще одно звено в сетевом взаимодействии. Августовское завещание – это площадка, где подводят итоги прошедшего учебного года. Это место, где делятся опытом и узнают о новых методиках преподавания. А еще на педсовете ставят задачи на год грядущий. Вектор, он обозначен, и основной порт должен быть сделан именно на технические науки. Именно техническое творчество, технические науки – это одно из приоритетных направлений у нас в детских садах и школах, которые будут в 2017-2018 учебном году. Та интеграция, которая обозначена сегодня на августовской конференции, она будет проходить в течение всего учебного года. Татьяна Леонтьева, Сергей Адушкин, Республика. 260 в Московской области, 18 в Татарстане и трое в Чувашии. А в целом по стране около 600 человек погибли на железнодорожных путях с начала этого года. Чтобы предупредить возможное ЧП, российские железные дороги проводят по всей стране акцию под названием «Безопасная железная дорога». Чуваша стала одним из первых регионов, где прошли профилактические уроки. Рейд по несанкционированным переходам, семинары с работниками железной дороги и открытые уроки со школьниками. В рамках акции специалисты проводят сразу несколько мероприятий. Открытый урок с учениками столичных школ – первый в списке. Ведь именно дети часто становятся участниками чрезвычайных происшествий на железнодорожных путях. Никто же не думает, что там вдруг откуда-то появится человек на этих путях. И машинист не ожидает, и возможно даже и не видит его, потому что железная дорога у нас, она не прямолинейная, как бы нам этого не хотелось. У нас есть повороты, у нас есть там возможные условия затруднения видимости. Ну и вот в таких вот случаях происходят самые, наверное, страшные трагедии. А этот случай в Канажском районе у всех на слуху. Трагедия произошла не по невнимательности, по незнанию. Решив произвести впечатление на девушку, 14-летний подросток поднялся на защитное ограждение пешеходного моста. О том, что оно потоком, юноша и не предполагал. Там напряжение присутствует всегда. То есть электричество. Оно нам нужно для того, чтобы железная дорога могла работать. Так вот, вот в этих проводах напряжение очень высокое. 27,5 тысячи вольт. Конечно, это очень опасно. После открытой лекции ребята в сопровождении железнодорожников прогулялись вдоль железнодорожных путей и даже побывали на ЖД-посту. У нас поездная радиосвязь. Заранее, перед тем, как отправить поезд, у нас запрашивают соседние станции. Мы даем согласие. При участке приближения у нас загорается красная лапочка и звенит звонок. Естественно, я вижу, что ко мне приближается поезд, и я вызываю его по радиосвязи. Подобные открытые уроки пройдут и в школах республики. Стартуют они в начале учебного года. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика. О безопасности на железных дорогах пойдет речь и в программе «По существу». Она выйдет в эфир сразу после нашего выпуска новостей. А теперь о безопасности на автомобильных дорогах. 1 октября будет сдан наземный пешеходный переход на Марпасадском шоссе в Чебоксарах. Об этом глава администрации столицы Алексей Ладыков сообщил в своем аккаунте в Инстаграме. Глава администрации провел на месте строительство выездное совещание. Сейчас на объекте утепляют лифтовую шахту, обустраивают фасад перехода и проводят внутреннее освещение. Наземный пешеходный переход будет состоять из двухпролетного пешеходного моста, опирающегося на колонны и лестнично-лифтовых блоков. Общая длина – 48 метров, ширина основной зоны пешеходного движения – 3 метра. Для инвалидов предусмотрен лифт. Сроки сдачи объекта в эксплуатацию затянулись, отметил Алексей Ладыков. Скоро завершится строительство наземного пешеходного перехода на Марпасадском шоссе. Подрядчик обещал в срок до 1 октября сдать объект, сообщается в Инстаграме. Сразу две круглые даты. Отмечают в этом году офтальмологи Чувашии. 30 лет назад начала создаваться новая модель НИИ-комплекса, специализирующегося на максимальном приближении высокотехнологичной медицинской помощи к населению. А 90 лет тому назад родился ее основоположник и знаменитый врач-офтальмолог Святослав Федоров. Сегодня в Чувашском театре оперы и балета состоялось торжественное собрание. Врач-офтальмолог, академик Святослав Федоров создал филиальную офтальмологическую сеть, опередившую время, говорили в научном мире. Именно тогда, 30 лет назад, началось формирование мощнейшей структуры межотраслевого научно-технического комплекса, в который вошли 11 филиалов по всей стране. Чебоксарский стал одним из ведущих центров по оказанию высокотехнологической офтальмо-хирургической помощи. Те аналитические цифры, которые здесь были озвучены, конечно, это бесценные результаты вашей деятельности. Бесценные результаты нашей совместной деятельности. Потому что 550 тысяч человек только в Чувашской республике стали абсолютно здоровыми людьми. Абсолютно я уверен в том, что академик Святослав Николаевич радуется вашим результатам. Он жив в наших сердцах. Лучшие врачи-офтальмологи получили сегодня заслуженные награды. Родион Архипов, Александр Петров, Республика. Жители села Шаркистра наконец-то получили свой дом культуры. В многолетней строительной истории поставлена точка. Вот и свершилось. Оправдались ожидания жителей сельского поселения. Больше всего о доме культуры мечтали ветераны. Ведь история его строительства затянулась. Построить новый дом культуры пытались давно и не раз, говорят местные жители. Этот последний вариант, глава Олег Анатольевича, сам начал по своей инициативе, методами не имея. Было можно тогда сделать. Вот он начал с помощью жителей Саша Шаркистра, начинал фундамент заливать. До этого еще было два раза, когда... Да, это было... Это при существовании Советского Союза даже начинали строить. Я помню, мне тогда было 5-6 лет. В этот раз помогла федеральная программа по устойчивому развитию территории сельских населенных пунктов. Именно в нее и вошло строительство ДК на 150 мест. 65% средств на строительство было выделено из федерального бюджета, 30% из республиканского. Ровно год строили, завершили. Таким быстрым темпом мы получили совсем новый дом культуры. На этот дом культуры у нас ушло 27 миллионов 39 тысяч. В доме культуры имеется кружковый зал, библиотека, санузел есть. Рядом с домом культуры имеется спортивная площадка с оборудованиями. В республике вплотную занялись модернизацией сельских домов культуры. Там, где восстанавливать уже нечего, планируют новое строительство. Я считаю, этот процесс сегодня идет успешно. То есть все наши задачи, планы, которые мы поставили, они у нас воплощаются в жизнь. Естественно, я хотел бы сказать, прежде всего, эти проекты будут продолжаться и в 2018 году. Но для того, чтобы в селах встроили мы дома культуры или реконструкцию делали, нужны проработать на местном уровне, муниципальном уровне, конкретно подготовка проектно-сметодокументации. Только при таких условиях можно войти в федеральную программу, отметил министр. Родион Архипов, Мальвина Петрова, Арен Эльвейлян, Республика. Таким стал последний рабочий день этой недели. Хороших вам выходных. А для жителей Чебоксар, напоминаю, не забудьте запастись водой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова